3 декабря весь мир отмечает Международный день инвалидов. В преддверии этой даты ежегодно в Чувашии проходит фестиваль спорта, который объединяет людей с ограниченными возможностями здоровья. Наша съемочная группа болела сразу за всех спортсменов. Физическая культура и спорт – одна из самых популярных и эффективных мер адаптации для инвалидов. Так думают не только врачи, но и те, кто уже не первый год занимается в различных физкультурно-спортивных секциях, имея диагноз «инвалид». Ежегодно в фестивале принимают участие как мастера спорта международного класса, так и те, кто впервые переступил порог спортивных залов. Я только первый раз участвую, потому что до этого я ходящий был, но травму получил два года назад. Первое время, конечно, жить не хотел. Потом, когда реабилитация лежала в больнице, я увидел молодых, такие спортивные, вот жить захотелось. Дисциплинирует очень хорошо, развивает это, естественно. Все равно хочешь, не хочешь вставать, надо идти, надо. Но потом зато какое-то наслаждение получаешь, нравится все это. Участники могли проверить себя в фигурном вождении на коляске, дартсе, настольном теннисе и других направлениях инвалидного спорта. Так Сергей Степанов сначала показал свои умения в вождении коляски, после отправился на состязание по настольному теннису. Пару лет назад он еле вставал с кровати, а сейчас регулярно посещает еще и плавательный бассейн. В 2011 году со мной произошло несчастье, можно сказать. Я заболел тяжело и обездвижился. Где-то в течение около четырех лет я лежал дома. Можно сказать, ничего не делал. Был в очень плохом эмоциональном и физическом состоянии. И совершенно случайно в одной из больниц я встретил воспитанника клуба «Феникс», и он мне посоветовал прийти заниматься, попробовать вместе с ними. До этого я даже сидеть не мог, а сейчас лучше себя намного чувствую. И очень жаль, что в больницах или в медицинских учреждениях не говорят про клуб «Феникс». Благодаря государственной программе «Доступная среда» в республике создаются дополнительные условия, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли серьезно заниматься спортом. Установлены специальные лифты, где спортсмены-колясочники могут подниматься наверх, спускаться в манеж. В других спортивных учреждениях тоже у нас работает тайная программа, чтобы сделать спорт в Научебоксарске доступным для всех. Всего спортивный фестиваль этого года принял около 250 участников с ограниченными возможностями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и интеллекта. И несмотря на патологии здоровья и возраст, все себя чувствовали на равных. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика.